Здравствуйте, дамы и господа! Предлагаю вашему вниманию выдержки из программы людей, родившихся 7 июля невисокосных и 6 июля високосных годов. Информация выборочно взятая из каталога человеческой популяции и представляет собой очень краткий обзор их характера на примере женского описания. Данная личность – своеобразный виндсерфер, человек, который всегда находится на гребне модной и стильной волны. Как человек, всегда находящийся на передовой моде, эта дама просто вынуждена постоянно меняться вслед за актуальными тенденциями, изменениями обстановки, ситуации. Вследствие своей непривязанности к чему-то одному, бесхребетности, можно сказать, для нее основной задачей для каждого нового дня является только одно – максимально точно уловить модные тенденции текущего момента во всем. Она все время пытается как-то уловить сегодняшний стиль жизни через внешние ее проявления. Как люди одеваются и причесываются, какую музыку слушают, какие передачи смотрят, какие книжки читают и куда ходят развлекаться, как и на чем зарабатывают деньги и на что их тратят, о чем думают, из каких позиций идеологических, философских и так далее об этом рассуждают и тому подобное. Сумев уловить эти существующие тенденции, данная дама легко может встроиться в ту или иную ситуацию. Самой жесткой привязкой для данного человека является привязка к необходимости изменений – подстраиваться, каждый день меняться, быть каждый день современной, стильной, модной. Целью постоянных изменений рассматриваемой личности и ее стремлением быть современной и супермодной является ее желание быть востребованной. Но одной востребованности для нее мало. Для нее немаловажно попытаться стать центральной фигурой героини каждого дня. Эта женщина желает максимально привлечь окружающих к собственной персоне, прославиться. Поэтому ее постоянно влечет арена, аванс-сцену, где она будет буквально сиять, сверкать и переливаться, как зеркальный шар в свете софитов, направленных на нее, тонуть в лепестках роз в шуме оваций. Для достижения данной цели эта особа готова возвеличить себя, неустанно занимаясь своеобразной самораскруткой, пиаром себя самой, самопрезентацией. И это прекрасно у нее получается, так как она, природа, знает оптимальные пути явления себя, оптической иллюзией. Эта дама – мастер спецэффектов по самопрезентации себя, как блестящий, лучезарный, роскошный, ослепительный. Вся деятельность рассматриваемой личности направлена исключительно на рекламу себя, как способ получения внимания, социального одобрения, восхищения, бурных аплодисментов, переходящих в овации. И хотя подобного рода поведение можно было бы назвать амбициозным, по большому счету это не так. Как и все в ней, ее амбициозность тоже на показ. На самом деле этот человек не стремится достигать каких-то вершин, доминировать, утверждать себя как личность. Скорее ей, как человеку истероидному и с претензией на оригинальность, хочется преподнести себя на блюдечке с голубой каемочкой. Хочется выставить себя на витрину всеобщего обозрения, показать себя стильной, рафинированно утонченной, красавицей, умницей или еще кем-то, сорвать аплодисменты, получить необходимую порцию внимания к себе. Ей гораздо важнее казаться, а не быть. Ее устраивает жизнь голограммы, красивые обертки, под которые вы ничего нет. Рассматриваемая личность страдает отсутствием внутренней самостоятельности. У нее не хватает решимости стать вождем, внутренним лидером не только для других, но прежде всего для самой себя. Вместо этого присутствует лишь стабильное желание явить себя миру. Но войдя в ту или иную социальную ситуацию, она также легко желает выйти из нее, как будто спрыгнув с театральных подмостков. Задержаться в ситуации ей не позволяет отсутствие стержня, основы, так сказать, начинки. И поэтому, в блестящей сыграв ту или иную роль, она как актриса, сделавшая свое дело, вынуждена удалиться. В итоге ее неустанное стремление к славе, в блистательной карьере, почестям и при отсутствии необходимого внутреннего содержимого делает данную даму примитивным тусовочным существом с достаточно пошлыми потугами на оригинальность и эрудированность, не являющиеся ничем, кроме блестящей упаковки. Данная личность для привлечения всеобщего внимания к своей персоне имеет и другую поставь ходячего несчастья, которая предназначена исключительно для узкого круга, для своих. Эта ипостась демонстрирует окружающим, таким как родные, близкие, друзья и так далее, непризнанного гения, терпящего гонения, ужасающую нищету в результате непонимания окружающими всей глубины ее и неординарности. Данная ипостась диктует роль неудачности, пожизненно находящейся в тупике. Примечательно, что кроме огромного массива трансляций личных переживаний по данному поводу, периодически изливающихся на особо избранных людей, эта дама ничего фактически не предпринимает для того, чтобы изменить это ужасное положение. Скорее она склонна заменять практические действия по изменению ситуации, пустыми мечтаниями, а вели на Канарах, доброй феей из Америки, которая однажды непременно объявится и решит все ее проблемы, в том числе и финансовые. Все действия заключаются лишь в том, лишь в бесконечных, непрекращающихся оплакиваниях своей участи. Ах, сердце гибнет! Не желая фактически ничего предпринимать для того, чтобы сердце не гибло, и полностью удовлетворяясь лишь своими яркими переживаниями этой ситуации, данная особо вполне может стать профессиональной нищенкой, забывающей на всех углах о своей жуткой доле и занимающейся попрошайничеством у тех, кто ее жалеет. Она спокойно и терпимо относится к личной необходимости жить, прозябая в бедности. Но даже это не помешает ей продолжать мечтать о роскошной жизни и несметных сокровищах, о богатствах, которые должны когда-то волшебным образом появиться в ее жизни в виде золотого дождя с неба. Но что примечательно, если действительно этот волшебный дождь когда-нибудь прольется на ее голову, в виде пиастров или прочих благ, данная личность все равно останется недовольной. Это дамы из тех, для кого всегда и женщин, как говорят, мелок, и бриллианты не того карибра, и пош не того оттенка, и устрицы не того диаметра и так далее. Подобно старухе из пушкинской сказки «Рыбаки и золотой рыбки», она никогда не бывает довольна тем, что она имеет. Только в данном случае дело не в ее жадности, а в том, что для нее любые жизненные явления предстают исключительно в мрачных тонах. Все всегда плохо, ужасно, катастрофично. Многогранность данной личности заключается в том, что одна грань, начищенная до блеска, сияющая и сверкающая, выставляется для широкой публики, а для круга близких людей предназначена вторая, вечно тоскливая, тусклая, залитая слезами. Для родных и близких друзей данная дама – фантастический скуд, способный заполнить атмосферу любого взаимодействия с ней ужасными эмоциональными миазмами. Если вас заинтересовал данный краткий обзор личности и вы хотите получить полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающего по объему ту информацию, которую мы вам сейчас предоставили, обращайтесь, пожалуйста. Продолжение следует...